Только ты, рыба моей мечты. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я к вам. Кровь сдавать? Кровь сдавать? Да. А что? Ты думал, я эти не узнаю? А ну снимай свой маскарад! Ну, ну... А что? А что? Я тебя вон в прошлый раз гелий откачал. Ты хочешь, чтобы я из-за тебя сел? Пожалуйста, мне очень денежки нужны. Я не буду брать у вас кровь. Иди домой, я сказал. Иди домой! Что значит, вы не будете брать у него кровь? Я не поняла. Так, женщина, что происходит? Возьмите у него кровь. Я не буду брать у него кровь. Он за эту неделю сдавал за четыре раза. Нет, вы возьмете у него кровь. Я не понимаю, зачем вы издеваетесь так над своим мужем? Над мужем? Это мой квартирант. Он мне за два месяца за комнату должен. Немедленно возьмите у него кровь, и мы будем в расчете. Ну, пожалуйста. Возьмите, а то меня на улицу выгонят. Да. Хорошие мои, еще немножко, и вас на улицу вынесут. Ну, зато я рассчитаюсь. Ой, извините, Марусь. Идемте. Ой. Мы хорошие. Не переживай. Еще грамм сто, и рассчитаешься. Так. Все. И, пожалуйста, больше не приходите. Что значит все? А за коммуналку кто будет платить? Пушкин? Женщина, он больше не в состоянии. Нет, нет. За свет я из него еще выжму. Дизель-шоу повертається. З новыми жартами, піснями та номерами. Перший великий концерт у Києві. 26 лютого, 19.00. Палац Украина. Квитки на сайте дизельшоу.ком та контрамарка.юэй. Здоров, Жека. Здоров, Санек. Че, расслабляйся? Там нам мымра на почту че-то скинула. Да забей, по-любому фигня какая-то. Какое-нибудь задание очередное дебильное. Зато я знаю, как улизнуть от работы на недельку и порубиться дома в танчики. А че так холодно у нас, а? А, это и есть мой хитроумный план. Простудиться? Да. Ну, а поэтому ты и мой коллега, потому что мысли у нас сходятся. Да. Мы немножко заболеем. Так. Возьмем больничный. Ага. А на больничном будем рубиться в... Броня пробита. Бак горит. Пробитие. Пожар потушен. Прикольно. Так, с чего начнем? Значит так, окно я уже открыл. У нас уже плюс пять. Так, кондиционер ты на холод поставил? Да ты гений. Ты пока ставь, я пойду за чем-нибудь холодненьким. Ага. Поздравляю, коллега. У нас уже ноль. Здесь еще пока тридцать шесть и девять. Маловато. А у нас... Да, больше нет. Тогда дыши ртом. Я знаю, как быстро простудиться. Надо с мокрой головой на сквозь нике посидеть. Ты как? Левое полушарие уже от этом мерзло. Поздравляю, коллега. Больничный у меня уже в Карбате. Тридцать восемь и семь. Ну, я, коллега, вас все равно обогнал. 39,5. Сашечек. Ну, я не поняла. А что вы еще в офисе? Я же вас с сегодняшнего дня в отпуск отправила. Как в отпуск? Подождите, я же вам сегодня с утра на почту скинула свое распоряжение. Вы в последнее время очень хорошо работали, и я сделала вам одну неделю выходных. Слушайте, а что у вас так холодно? Надо попросить, чтобы починили отопление. Фигня на почте. Ну вот так. Отвечаю. А я думаю, чем это пахнет на всю школу? Увольнением. Как увольнением? А кто ж вместо вас тогда школой руководить будет? Очень смешно. Витя, я не посмотрю, что ты мой ком. Я что говорила насчет азартных игр? Вы говорили, если я еще раз буду играть в азартные игры у себя в подсобке, вы меня убылете. Поэтому мы к вам в кабинеты перешли. И этими азартными играми я школе помогаю. Так что не спугните масть. А вот так. Что ты себе позволяешь? Я уже молчу про то, что ты к девочкам в раздевалке подглядываешь. Они жаловались. Я мячик искал. Перед каждым уроком? Ну, как он прячет, так я ищу. Что это за норматив такой? Сгоняй кабанчиком в киос за пять минут. Это вип-норматив. С копытными. Ну, с финансовым вознаграждением. И то, если бегун уложится по времени. А мы вот так. А что у тебя со спортивным инвентарем? А что с ним? Если я еще раз узнаю, что ты берешь волейбольную сетку на рыбалку и канат, чтобы вытягивать свой жигуленок, я вычту у тебя из зарплаты, Витя. Вот так. Понял. Исправляюсь. А мы вот так вот. Сейчас приедет комиссия из ГУРАНО. Что я им скажу? Прямо сейчас едут? Да. Скажите им, чтобы рыбки взяли. О. Да, они все равно через базарчик едут. Ну. Пару подлящиков пусть возьмут. Они привезут тебе пару подзадников. Этими подзадниками выкнут тебя из школы. И скажи мне, пожалуйста, что это за манера постоянно притаскивать в школу каких-то подозрительных людей? Что это за мужик? Нормально. Я считаю учитель труда. Молодой человек у нас учитель труда Николай Павлович. Логично. Но это же не мешает мне быть учителем труда в соседней школе. Тем более этот мужик, как вы высказались, поможет нам сэкономить на спортивном инвентаре. Как? Как. Если я у него сейчас выиграю, то наши дети весь следующий год будут прыгать через него. И козел гимнастический нам не понадобится. Поэтому не мешайте нам развивать физкультуру и спорт. За спорт. За труд. Рыба, готовься. Пойдем. Вот так. Алеш, новенький. Эй, сержантик. А ты не боишься, что сейчас твое начальство сюда придет и увидит, что ты нас тут в клетке держишь? Как дадут тебе своими дубинками, а та-та-та по попе, а? Да, слушай, ты, мы же тебе все рассказали. Ты нас не за тех принял. А, ты же нас на задержание вот это выцепил. А ты вообще знаешь, какая у нас зарплата? Знаю. Почасовая. Мы еще раз говорим, что мы не из этих, мы из новых. Да. Это я из новых. Поэтому еще старых проституток не всех знают. Не такие же вы старые. Ну, сука, тебе можно говорить? Мы из новой полиции. Спецотряд. Спецрота. Ага. Спецрота 100 гривен. Спецклассика 200. Сейчас краница придет, будет разбираться. Так, слушай, ты же нас в задержание забрал. А мы там, между прочим, допрашивали особо опаздывая извращенца. А к нам поступил звонок от соседа этого извращенца, что жаловались люди на крики и музыку. Так это ж мы, ну, чуть переборщили. Да, так сказать, воспользовались служебными. Положением. Понятно, понятно. А женские стоны? А это он сопротивляться начал. Да! Ага, вот. Ну, допустим. А почему при задержании на вас были только кружевные части униформ? Так это, чтобы рубашки не помять. Да, а то потом так некрасивенько в помятом делать селфи с людьми. Ну, понятно. А зачем вам наручники с красным пушком? Блин, чтобы руки не натерло. Мы же не мусора. Это, знаешь что, коллега, а не много ли вопросов, а? Я же говорю, что мы новая полиция. Да. Нет. А новая полиция, они по-другому разговаривают. Ну, как-то человечнее, что ли. Не как мы. Адна, гражданки-полицмейстеры, последний вопрос к вам. Что вы ему инкриминировали? Ой, шо мы ему только не инкриминировали? Это шо? Да, мы это, шо ты сказал, сделали. А потом вы как ворветесь мордой в пол, руки. Блин, ты нашпалишь. Шо я палю? Шо ты не... Шо? Я тебе сказала, надо было костюмы, друзья. Шо, замолчали работники плаща и орала. Сейчас будем проходить переаттестацию. Шо, я снова в полицию, старый менток? Нет, из полиции в проституцию. И кто переаттестацию не пройдет, на трассу ни на гору. Да, начальник, мы же пошутили, но я покорю. Блин, это беспредел. Тихо, малая. Ну, может, сами откроете? Смотрите сами, у меня ничего запрещенного нет. Это ж с вашего позволения. Вот это ничего запрещенного? Ты что, офигел стали? Что это? Специи. Ну, сушеный укроп. Ну, в Голландии очень качественный. Ты что, реально хочешь, чтобы я поверил в эту хрень? Какой идиот поедет в Голландию за укропом? Это надо быть полным дымом. Что, реально укроп? Так, а вот это вот, что такое? Аккуратнее, это очень дорогая и очень редкая марка. Ага, не знаю мне, какая это марка. Тебе она на хрена? Я филателист. 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 И что ты, наклеишь эту марочку и отправишь конверт Дедушке Морозу, да? Не-не-не-не. Он ее под язычок и напрямую с Дедушкой Морозом пообщается, да? Угу. Что вы делаете? Я за нее 500 евро отдал на акционе. 500 евро. Вкуфел. Не стоит она 500 евро. Фигня. Ну-ка. О, а вот это уже попадалось. Ну? Это что? Стиральный порошок. Что ха-ха? Я взял немного, он реально хорошо стирает. Да-да-да. Да-да-да. Знаем мы, что он стирает. Он стирает восприятие реальности в голове. Я предупреждал. Не-не-не. Кстати, он действительно предупреждал. Подожди, ты хочешь сказать, что ты летишь из Голландии, и у тебя ничего такого нет, да? М? Это же Амстердам. Не, ну везу, конечно. Ну-ка. Вот. Купил жене голландских тюльпанов. Ну зачем вы так? Иди давай отсюда, пока штраф не выписали. За что? За издевательство над таможней. Иди. Это тоже забери. Слушай, может, мы зря так к нему прикопались? Может, надо как-то людям больше доверять? Может, они осознаннее становятся, что ли? Согласен. Если уже в Голландию за стиральным порошком и тюльпаном ездят, надо больше людям доверять. Надо. Сложно. Но можно. Ну, а можно. Как долетели? Трухава. И сейчас трухает, да? Ну да. Бывает. А откуда, простите? С Колумбии. О, прекрасная страна. У вас же ничего запрещенного нет? Да, вроде нет. Не возражаете? Спасибо. Это что, порошок? Ну да. Стиральный порошок? Да, стиральный. Попробуешь, Маша? Спасибо, напробовался. Ну, что ж, не будем вас задерживать. Извините. Счастливого пути. До свидания. Стойте! Порошок забыли. А, ну да. Спасибо. Стирайте на здоровье. Хорошо. До свидания. Попробуйте. Доверять просто. Да? В караулке можно пойти. Попоема на лампе. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашем банке. Чем могу помочь? Помолчи, пожалуйста. Вы пришли в нужное место. У нас самые выгодные ставки по депозитам. Просто помолчи. А в иностранной валюте нам нет равных. Слушай, мужик, ты русский язык, понимаешь? Я тебе русским языком объясняю. Шадап! Кассира, позови. Викуля. Ого! Дайте угадаю. Вынесли кому-то взятку, но ошиблись заведением. Мимо. Позволю себе догадку, это, наверное, какая-то крупная сделка по недвижимости. Нет. Я поняла. Это наследство. Нет. Знаю. Выиграли в международную лотерею, да? Да вы задолбали уже. И не выиграл ни в колотерею, ни наследство, и ни сделка. Жена послала коммуналку за зиму оплатить. Вот. Платежечка. Так, ладно. Это за январь. Вы тут считаете, я сейчас и за февраль принесу. Странно работает. А что я сделал? Какая разница? Главное, работает. Ну что? Все, приехали. Почему работает? Да ладно, черт с ней, я не об этом. Помнишь ситуацию, когда ты полез под капот за ключом, и у тебя штаны спали? Разумеется, помню. Мне тогда еще первый раз на чай дали. Так вот, поздравляю. Вашу бизнес-схему украли конкуренты. Разъясни. Вон, СТО, напротив. Так там теперь одни женщины работают. Причем все в шортиках таких коротких. Майчики облегающие. Разврат. И не говори. Так вот, я же придумал тут кое-чего. Купил тебе шортики, мальчику, симпатичные. Ты тоже симпатичный. Они работают на свой контингент. Мы же будем работать на свой. Так что, давай. Здравствуйте, коллеги-соседи. А у вас можно одолжить ключ? Разводной или рожковый? Ну, тринадцать. Ау, спасибо. А то у нас столько клиентов, инструментов не хватает. Что, я заходил? А, да. Видал, как это все действует? Ты даже буквуар начал выговаривать. Неправда. Давай-давай, в общем, одевай. А я пока схожу напротив в СТО. И... Конкурентом? Пойду посмотрю, чтобы ключ не поломали. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Чем могу быть полезна? Да. Ну, ну, смелее, смелее. Давай, ты чего? Лео. Начинаю. Ладно. Нам бы... Нам бы поехать. Угу. Экс-тур. Куда, простите? Ну, экс-тур. Ну, по-взрослому отдохнуть. А, секс-тур. Тихо, тише. Тише, тише вы. Ну, у меня есть отличное предложение. Голландия. Амстердам? Нет. Роттердам. Нет. Знаете, Роттердам мы можем и тут. Ну, хорошо. Тогда есть Таиланд. Нет? Таиланд? Интересно. А там мы можем... Это? Это? Ну, можете вы, а могут и вас. Так что, раз на раз не приходится. Нет. Не, не подходит. Нет, нет. Хорошо, ребятки, есть Камбоджа. Девочки, один доллар сутки. О! Это подходит. Единственное, перелет полторы тысячи. Нет, это... Дороговато. А могут эти девочки по доллару к нам прилететь? Да. А если... А девочки оттуда вылетят, а мы отсюда вылетим и в Дубае встретимся? А, нет, да. Есть один эконом вариант, но строго между нами. О, конечно. Угу. Это настолько секретная информация. Закрой дверь. Закрой. А сколько это удовольствие стоит? А сколько у тебя есть? У нас 50 долларов. Ага. Хорошо, давай. Давай, давай. Давай. Нормально, нормально. Ключ тоже давай. Давай, Людина. Давай ключ. Ну. А если нам не понравится девочка? Почему же не понравится девочек? У меня уже полтора года не было. Туристов. Деньги можете оставить себе. Не надо. Не надо. Класс. Спасибо. А не за что. Как не за что? Если бы ты ее по голове глобусом не огрел, нам бы хана. Ага. Осталось ключ достать. Где он? Он у нее в... Он у нее в... А-а-а. Кандартина. Кандартина. А-а-а. Давай, подержу. А я ей говорю. Слушайте, давайте, может быть, котенка там сыром подзовем. На дереве. С следующим им газом. Я дико извиняюсь. А вы же эти новая полиция? Да, это мы. А что? Да ничего. Хотел выразить уважуху от всех пацанов. Вы же типа бэтмены. Летра эти по городу. И там никому от вас не спрятаться, не скрыться. Правильно? Спасибо. Это всего лишь наша работа. Да не, ну шо вы прибедняетесь. Вы же красавы. Ё-моё. Ну не то, что эти старые менты ряхи себе подкармливали. Ну, хорошая физическая форма – это обязательное условие для отбора в новую полицию. Блин, вы именно, ну в смысле, красивые. Можно с вами сфоткаться? Конечно. Конечно. Что может быть лучше, чем помогать людям? Ну, доставайте свой телефон. Э-э, камеры нету. Ой, ничего страшного. Давайте сделаем селфи на мой телефон, а я вам потом по мылу скину. Да, скинет. На мыло. Ну, давай хоть на мыло. Давайте. Класс. Класс. А можно я вас отдельно сфоткаю, чтобы перед сном смотреть на вашу улыбку и самому с улыбкой засыпать? Давайте, пожалуйста. Спасибо. Блин, офигенно. А можно... Блин, идея. Вы же как неуловимые мстители. Давайте вы как в кино. Типа вы на закат такие смотрите, и камера так назад отходит. Давайте? Да, давайте. Ага. Ну, долго там еще? Мужчина. Прррррр. Ушел. Блин, ну какие люди нечестные. Расслабились, я смотрю, да? Думаете, на вас управы не найдется? Третий, третий. В вашу сторону движется крупный мужчина преступной наружности. Задержать, как понял. Нормально, я тебя понял. У вас тут вообще лохобаны работают. Так что, неуловимые мстители, вызывайте вертолет. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. На троих.